Добрый вечер, это программа «Время вашего вопроса». Мы продолжаем рубрику «Ельгия Казмет». В ней мы обсуждаем условия оказания государственных услуг. Сегодня на очереди городская поликлиника номер 5. Подробнее о работе медучреждения поговорим далее. В нашей студии Тимур Ажгалиев, директор городской поликлиники номер 5. Здравствуйте. Добро пожаловать на нашу площадку. Я опять напоминаю вновь, что мы работаем в прямом эфире. Все средства связи на телеэкранах. Задавайте важные, ключевые для вас вопросы. В течение 30 минут наш гость на них постарается ответить. Итак, давайте начнем с, наверное, самых распространенных госуслугах, за которыми обращается население. Вот что они представляют собой? На самом деле государственных услуг, которые оказывают организации по МСП, их не так уж и мало. Просто в повседневной жизни жители, когда пользуются ими, они не знают, что они называются государственными услугами. Это тот же самый вызов врача на дом, прикрепление к медицинской организации, запись на прием к врачу, вызов скорой помощи, выдача различных справок с поликлиники, выдача больничного листа. Все это по своей сути является государственными услугами. Каждый имеет свой регламент, каждый имеет порядок оказания и так далее. Если говорить о самых основных, то самым востребованным на самом деле является запись на прием к врачу и вызов врача на дом. Это повседневно, через регистратуру осуществляется запись. Конечно, немало осуществляется попыток, чтобы цифровизацию туда максимально внедрить и дать возможность пациентам записываться самостоятельно. Но, к сожалению, на сегодня есть определенные ограничения в медицинской информационной системе. И люди не всегда могут это сделать. Хотя, в принципе, эта функция доступна. То есть, если человек скачает мобильное приложение «Даму Мед», он может самостоятельно себя записать и может видеть данные своей амбулаторной карты. Следующее, наверное, по распространенности, высоте спроса в нашей поликлинике, да, я думаю, и во всех других, это прикрепление к медицинской организации. Сейчас ее более доступно получить с помощью электронного портала ЕГОВ. То есть, человек, допустим, сменил место жительства, имеет желание поменять поликлинику, который прикреплен, выбирает, которая ему нравится. И через портал ЕГОВ он сможет прикрепиться, указав местом перекрепления, причиной переезд. Также в период кампании прикрепления, которая осенью проходит, человек имеет право сменить место прикрепления, но тогда, как бы, в базе он обновится только с начала следующего года. В принципе, это основные, которые используются. Ну, вызов скорой помощи. Ни для кого не секрет, что у нас эта услуга очень распространена. Люди чаще всего, конечно, обращаются за медицинской помощью тогда, когда приходят с работы, чувствуют себя плохо, на тот момент уже поликлиника зачастую не работает, и они вызывают 103. Если данный вызов был отнесен к четвертой категории срочности вызовов, где-то 75% к ним и относят, то приезжает скорая с нашей поликлиники. Там есть достаточно интересные, наверное, если вы ознакомились, государственные услуги. Есть такая услуга, называется прижизненный отказ или согласие на изъятие органов. У нас, к сожалению, население, видимо, не совсем осведомлено о наличии такой государственной услуги, поэтому активно ей не пользуются. Хотя, наверное, для тех лиц, которые по религиозным убеждениям или по собственным каким-либо убеждениям не согласны, чтобы при определенных условиях их органы изымали для дальнейшей трансплантации пациенту, должны оформить прижизненный отказ, чтобы как бы во избежание каких-то казусных ситуаций был официальный. Да, об этом мало кто знает. Да, потому что в отчетности у нас, к сожалению, там пока по нулям. Да, это интересный факт. Хорошо, давайте пару вопросов по услугам. Вызов врача на дом. В каких случаях, при каких условиях можно вызвать врача? Вызов врача на дом. Тут нужно понимать, что само по себе вызов врача на дом подразумевает то, что пациент ввиду своего состояния не может самостоятельно явиться в поликлинику. Это состояние, которое сопровождается нарушением координации движения, когда ввиду наличия тех или иных повреждений или выраженного болевого синдрома он ограничен в передвижении. Это даже могут быть такие ситуации, когда острая радикулопатия у человека, допустим, болевой синдром при движении, он тоже имеет право на вызов. Или же состояние его сопровождается, ну, допустим, жидким стулом, достаточно повторяющимся. Он просто физически не сможет посетить поликлинику. Когда пациент звонит в поликлинику, регистратор опрашивает повод обращения, какой у него. И из полученных данных делает вывод, пациент нуждается в обслуживании на дому или же у него есть возможность посетить поликлинику самостоятельно, если это экстерные состояния. В основном, конечно, поликлиника, она работает с пациентами, которые состоят на диспансерном учете. То есть у нас основная задача раннее выявление заболевания и проработка с той категорией, которая выявлена, чтобы не было у них прогрессирования заболевания и не было обострения. Поэтому, в принципе, эта услуга давно используется пациентами. Иногда возникают, конечно, каверзные ситуации. Вот, например, если показанием является стойкое повышение температуры тела, пациент делает вызов врача на дом. Естественно, вызов врача на дом обслуживается в течение рабочего дня. Он может вызвать своего врача в 10 утра. Мы не можем гарантировать, что врач посетит его в час дня или в 2 часа дня. Он может посетить его после своего приема в 7 вечера, допустим. Естественно, человек принимает какие-то меры для улучшения своего самочувствия. Пет жаропонижающий и на момент посещения температуры так таковой нет. Но, в принципе, мы все люди, как бы эти вопросы, я думаю, что не будут какими-то такими. Ну, такие, да, житейские. Конечно. То есть здесь во многом приходится основываться на состоянии пациента, то, как он себя чувствует. Вот еще одна госуслуга, это заключение о нуждаемости в санаторно-курортном лечении. А, это... Да, вот сегодня как это работает, услуга? Выдача справки на санаторно-курортное лечение. Ну, тут нужно понимать, что само санаторно-курортное лечение, оно уже по своей сути и по нормативно-правовым актам отличается от того, как это выглядело раньше и в понимании людей, как это было. Сейчас есть нормативно-правовый акт, который регламентирует, в каких случаях положено человеку реабилитационное лечение. Вот эти понятия очень всегда путают. Реабилитационное лечение это те случаи, когда мы отправляем пациента в реабилитационные центры. Это там, которые располагаются у нас в поселке Джангала или же в Боровое отправляем. Там есть четкие медицинские показания. То есть реабилитация положена после возникновения заболевания. То есть у человека, допустим, произошло острое нарушение мозгового кровообращения, ему основная помощь оказана, на сегодня жизнь пациента ничего не угрожает, он переходит на этап реабилитации. Первый этап реабилитации он получает, находясь в самой больнице, куда попал. Второй этап реабилитации как раз он может быть направлен в медицинское учреждение на реабилитационную помощь. Третий этап он уже проходит в поликлинике, он посещает реабилитационное отделение, где получает различные реабилитационные процедуры, если у него с целью повысить его реабилитационный потенциал. В этом случае санаторно-курортное лечение это подразумевается, когда люди едут в санаторий, в Сарагаш или в какие-то другие центры. Тогда они чаще всего приобретают эту путевку самостоятельно или же их отправляют от профсоюза. И тогда необходимо выдать санаторную карту пациенту, что на самом деле у него, во-первых, нет противопоказаний для получения лечения. И это как раз является этой услугой. Многие путают эти понятия. Потому что есть состояние, когда на самом деле различные процедуры противопоказаны. В реабилитационных центрах, в санаторно-курортных центрах используются грязи лечения или какие-то физиолечения, которые сопровождаются локальными тепловыми процедурами. Это противопоказано пациентам с онкологическими заболеваниями. Потому что эти процедуры могут привести к прогрессированию процесса или запустить процесс онкологический, который был в стадии ремиссии, запустить его рецидив. Поэтому разные бывают ситуации. На этой почве тоже бывает, к сожалению, недопонимание с пациентами. Но здесь все равно приходится основываться на заключении врача. Рекомендует ли он и каким пациентам именно рекомендует? Конечно. Тут на себя берет ответственность за это врач, который выдает эту справку. По поводу, вот вы сказали, что человек сам приобретает путевку, но бесплатные варианты... Вот я их озвучил, что называется реабилитационным лечением. То есть, если человеку по медицинским показаниям необходимо реабилитационное лечение, вот как я уже озвучил, инсульт у него произошел, он дальше должен реабилитироваться, тогда мы его отправляем на реабилитационное лечение. Раньше просто это немножко по-другому понимали, что там я каждый год езжу. Да, вот я об этом, да. Сейчас это не так, потому что есть регламентирующий нормативно-правовый акт, который прописывает, в каких случаях пациент подлежит реабилитационному лечению. Бывают такие случаи, когда пациенту отказывают в реабилитационном лечении ввиду его отсутствия реабилитационного потенциала. То есть, у человека, к большому сожалению, по причине произошедшего у него заболевания, нет возможности, что его реабилитации, во-первых, будут безопасны для него реабилитационные процедуры и вообще могут привести к какому-то улучшению потерянной функции. А вот если пациент не будет согласен с этим решением, он может как-то это опротестовать и так далее? Конечно, мы живем в правовом государстве. Он имеет право обратиться, во-первых, для рассмотрения вопроса комиссионно к руководителю медицинского учреждения, ко мне обращаются по такому поводу. Если то решение, которое мы вынесем, он считает неправомерным, соответственно, они обращаются по восходящей, в следующее они могут в уполномоченные органы обратиться, в управление здравоохранения. Но в целом, как показывает практика, куда бы человек не обратился по следующим, все равно занимаемся и мы. Понимаете, в чем суть вопроса? Зачастую люди пишут жалобы какие-то наверх. В конечном итоге никто этим вопросом именно там заниматься не будет персонально. Оно по нисходяще отписывается вниз и в конечном итоге все равно получаю я. Все равно я буду, как бы, наша медицинская организация будет этим заниматься. Либо пациент должен привлечь своих экспертов, я так понимаю. Ну, я так думаю, что так глубоко. Ну, это сложно, да. Процедура, но... Мы стараемся, по крайней мере, в рамках возможного, что не противоречит закону, идти навстречу пациенту. Понятное дело. Но есть такие случаи, когда для безопасности самого пациента или отсутствия этих показаний мы вынуждены отказывать. Таков закон. Итак, у нас есть несколько вопросов из социальных сетей. Я прям буду зачитывать прямую речь обратившихся. Сталкивалась с такой проблемой. Я лежала в больнице, после выписки сказали идти в свою поликлинику. Я пошла, но врач не смогла мне ничего сказать по моему лечению и что мне делать дальше. С ее слов, выписки нет в программе. Может ли быть такое? Действительно, эта проблема зачастую возникает. И связана она в первую очередь с тем, что пациент не знает, что когда он получает стационарное лечение, находится в больнице, прежде чем его выписать, его должны ознакомить с выписным эпикризом. Выписку ему должны дать. Во-первых, для чего? Для того, чтобы он мог быть ознакомлен с теми перечным процедур и лечением, которые он получил. Действительно, он ли это получал. Потому что иногда бывают спорные моменты, когда человек говорит, мне вот этого не делали, но это уже поздно задавать нам, потому что мы фактически имеем тот материал, который получили. Или же у пациента есть вопросы по дальнейшим рекомендациям, что ему необходимо дальше получать, какой там чистотой что-то, какие-то анализы сдавать или процедуры проходить. Поэтому зачастую пациенты выходят из стационара, не получив выписки, на руки. И там поздно стационар заложил ее, на следующий день пациент явился на прием, а ее еще в системе нет. И происходит тоже такое недопонимание. Человек думает, что мы ему в чем-то отказываем, но мы просто на самом деле ее в системе не видим. Хотя, если исходить из тоже алгоритма выдачи оказания государственной услуги, которая, кстати, относится к выдаче выписки из стационара, пациенту должны дать и его ознакомить с ней, чтобы он мог законно спросить, что ему необходимо у врача, который его лечил, или там сделать замечание, что там такое-то он лечение не проходил и так далее. Об этом нужно помнить. Помнить и знать свои права. Следующий вопрос. Приходится очень долго ждать портала на лечение в больницу. В моей поликлинике говорят, что дата выходит самостоятельно. Почему так? Тоже на самом деле достаточно проблемный вопрос. Во-первых, когда пациент является в поликлинику для того, чтобы получить очередь на портал, нужно понимать, что не мы определяем дату бюро госпитализации. Зачастую в стационарах, куда планируется направляться пациент, в самой информационной системе в портале бюро госпитализации зашита форматно-логистический контроль, он называется автоматическое определение даты планируемой госпитализации, который связан в свою очередь к наличию свободных коек, привязан к выделенному финансированию, и он автоматически эту дату дает. И ввиду, конечно, того, что определенный дефицит финансирования имеется, эта дата дается достаточно на отдаленный срок. Вот если брать прямо на сегодняшний день, я стараюсь еженедельно эту ситуацию мониторировать, потому что оно дается прогнозировать, откуда будут возникать социальные напряжения локальные. Сегодня, например, мы ставим на портал по профилю офтальмология, это заболевание глаза, на конец сентября. Лор в отделении взрослой мы даем на конец ноября уже. Понимаете? То есть каждый человек сейчас явился, ему условно говорят, вам необходимо это лечение, в плановом порядке, он как понимает, он, например, глаза беспокоит сейчас, и он думает, что он сейчас встанет на портал и получит эту услугу через неделю, через две, а мы говорим, извините, но вы условно пойдете в октябре ее получать, или в ноябре, у него возникает справедливый вопрос в отношении этого, но поликлиника в данном случае повлиять на это не может, это выдает программа, у нас нету возможности поменять эту дату. и если исходить из этой логики, сейчас апрель, мы даем где-то на октябрь-сентябрь, в июне, в середине июня этот портал уже вообще закроется, потому что он достигнет декабря, и люди будут приходить, и мы будем говорить, извините, портал закрыт, и вероятно, вы пойдете только на следующий год. да, серьезная проблема. Это серьезная проблема, это на самом деле проблема существенная, и она во многом связана с системой финансирования. Да, здесь надо совершенствовать механизм, безусловно. Тут, безусловно, нужно выделять еще больше денежных средств на систему здравоохранения. Если мы уж этого коснулись, то нужно понимать, что есть определенные показатели, которые перед нами ставит Всемирная Организация Здравоохранения, в частности, не перед нами, а перед правительством, это одним из них является для устойчивого развития системы здравоохранения объем выделенных денежных средств от ВВП минимальный порог должен быть 6%, чтобы вы понимали, у нас это 3%, то есть до устойчивости нам нужно еще ровно столько. Ну, как раз математически примерно так и получается, если мы в июне закрываем, если дадут столько же финансирования, ну, будет полный год. Хорошо, продолжаем, продолжаем. Вот тоже хороший вопрос. Я хочу пройти обследование для себя, но мне отказывают давать направление. Имеют ли право и зачем тогда я оплачиваю СМС? Зачем я оплачиваю СМС, это, наверное, самое частое, что я слышу. Я подозреваю. Ну, нужно понимать, что, во-первых, СМС, оплата, которая идет с вашей заработной платы, с моей заработной платы в том числе, да, оно не является накопительным, то есть у нас нет у каждого лицового счета. Принцип какой? Богатые платят за бедного, здоровые за больного. То есть это является общим фондом. Это, во-первых, нужно понимать, что нету персонального у кого-то счета, который он может им воспользоваться. теперь касательно, если взять сам вопрос, как там, что, почему? Пройти обследование для себя. То есть я так понимаю, что нет каких-то явных показателей, но человек хочет вот такой, что называется, чекап сделать. Да, чекап. Во-первых, пациент не может сам себе придумать обследование, которое ему необходимо пройти, потому что все это тоже регламентируется протоколами диагностики лечения. Допустим, если у пациента какой-то вид заболевания, мы только на определенной перечне диагностики можем направлять. А если человек условно приходит без наличия каких-то симптомов, скажем, условно здоровый, мы не сможем его взять и направить на МРТ головного мозга, потому что нужно понимать, что в данном случае мы являемся исполнителями, а заказчиками является фонд, и они приходят нас проверять. И в таком случае, проверив эту карту, они наложат на наш штраф, аннулируют эту карту ввиду того, что не было показаний для этого исследования. То есть налево-направо раздавать хочу-не хочу, это не тот случай. Для того, чтобы предотвратить наиболее часто встречаемые заболевания, в поликлиниках существуют скрининговые процедуры. Человек может обратиться, это по раннему выявлению болезни системы кровообращения, глоукомы, сахарного диабета, рака шейки матки, рака молочной железы, эколоректального рака. То есть они могут обратиться в свою поликлинику по данному вопросу, подлежат ли они по возрастной группе. Да, там получается тоже ограничения есть. Возрастная группа. Конечно, потому что, когда выделяются деньги, они же не выделяются просто так. закладываются под определенные параметры и под определенные научные исследования, что в данной, допустим, категории лиц это данное заболевание встречается с такой-то частотой. То есть нам нет, например, смысла на какое-то заболевание выявлять лиц от 18 до 80 лет условно. Или там с детского возраста. Поэтому у каждого заболевания есть свой период, когда можно будет его пройти. Но это достаточно широкий спектр. Да, у нас звонок на линии. Давайте послушаем телезрителя. Добрый вечер. Мы вас слушаем. Пожалуйста, ваш вопрос. Алло, здравствуйте. Да, здравствуйте. У меня такой вопрос. Я не отношусь в эту поликлинику, не в пятую, в другую, но я хотела обратиться именно в пятую на платной основе. Именно реабилитолог мне нужен и окулист. И как это дорого будет? Спасибо. Спасибо. Спасибо за вопрос. Я сейчас, к сожалению, весь прайс услуг стоимость не помню, но эти услуги можно получить на платной основе. Ввиду того, что форма нашей собственности является государство-казенное предприятие на праве хозяйственного ведения, мы имеем право осуществлять коммерческую деятельность. В данном случае пациенты интересуют услуги консультации. Они будут значительно ниже, чем в платных медицинских учреждениях. я думаю, что не дороже четырех тысяч тенге. Просто не хочу вводить человека в заблуждение. Он эти услуги может получить на платной основе. Для этого необходимо позвонить в регистратуру, узнать график, когда он может записаться, и оплатить за данные услуги в кассу с этим чеком подойти для получения услуги. Вот и все. Мне бы хотелось вернуться к вопросу зрителя, к так называемому чекапу. Но ведь это неправильная система, потому что чекап это крайне важная штука для того, чтобы человек мог сберечь свое здоровье долгое время. Как здесь найти тогда золотую середину? Потому что человек действительно платит взнос, и он хотел бы проверять себя раз в год, раз в полтора года. Как ему быть в этом случае? Я же в принципе уже золотую середину озвучил. Это и есть скрининговые процедуры и профосмотра. Та же онкология может появиться в любом возрасте, в любое время. Понятное дело. Вот в чем дело. Смотрите, если исходить из того, что онкология может появиться в любом возрасте и в любой локализации, у человека априори нет возможности обследовать весь организм. Понимаете? Он будет сделать себе компьютерную томографию легких, сделать себе МРТ головного мозга, не знаю, сделать себе компьютерную томографию брюшной полости. Это не обнаружится ввиду того, что локализация на момент исследования, сам очаг он был маленький, а через 3, условно, 4 месяца это может произойти. Это первое. Второе, сами же эти скрининговые процедуры, вот, наколоректальный рак, это рак прямой кишки и толстой кишки, шейки матки и рак молочной железы это часто встречаемые локализации заболеваний, которые скрининговые исследования доказали свою эффективность. До этого были еще скрининги, был скрининг на выявление рака предстательной железы, был скрининг, который я сам застал, на выявление, ранее выявление заболеваний пищевода и желудка, был скрининг на ранее выявление онкологии печени, но проанализировав какой-то период, я так думаю, что пришли к мнению, что частота выявления она не очень высока. Например, по этим скрининговым процедурам, которые сейчас проводятся, три, я могу сказать, что в том году из всего количества по нашей поликлинике, которое было выявлено пациентов с онкологическими заболеваниями, именно благодаря скрининговым процедурам, в том числе, было выявлено 30% пациентов от общего этого числа на 0,1 стадии. Что говорит 0,1 стадия для нас? Это говорит о хорошем прогнозе на лечение и на качество жизни. То есть, эти скрининги доказали, что они работают. Например, взять и такое исследование, как флюорография. Его же проводят поголовно, практически большому количеству населения в популяции. Сейчас у многих возникает тоже вопрос, насколько ли рационально проводить это исследование всем. Потому что, согласно статистическим данным, в обычной категории населения эти туберкулезы все-таки выявляются с очень низкой частотой. Есть конкретно категория населения, там, скажем, группа риска, где выявляет. Возможно, стоит эти деньги высвободить, потратить на какие-то другие цели, а обследовать флюорографию только группу риска. То есть, тут тоже нужно думать о рациональности. Много еще вопросов, но все-таки мы должны завершать буквально одна минута до завершения эфира. Ну что же, я вас благодарю прежде всего за участие в нашей сегодняшней программе. У нас остались вопросы, но я думаю, что мы еще встретимся, обязательно обсудим более обстоятельно, поэтому еще раз вам большая благодарность, что нашли время. Итак, это была программа «Время вашего вопроса». Мы говорили о предоставлении медицинских услуг поликлиникой номер 5. На этом все, увидимся, до свидания. «Время вашего вопроса». Субтитры создавал DimaTorzok субтитры создавал DimaTorzok